Обеспечение питьевой водой, приведение в порядок внутренних дорог, замена устаревших опор электропередач, создание комфортных условий для деятельности семейного врачебного пункта и в целом улучшение социальной инфраструктуры. Решение этих и других таких важных вопросов находит свое отражение в проводимой созидательной работе по всей стране. О том, как налажен этот процесс Бухарской области, расскажем на примере Вапкенского района. С начала нынешнего года от жителей Вапкенского района Бухарской области виртуальную и народную приемную президента поступило 1858 обращений. 780 из них решены положительно, что на 5% больше по сравнению с аналогичным периодом 2023-го. В Махале Розмоз, расположенной в 20 километрах от райцентра, сдали в эксплуатацию государственную дошкольную образовательную организацию на 120 мест. Асфальтировали почти 800-метровый участок, ведущий к ней дороги. Расширили в более чем в два раза внутренние дороги в селении Капчок, соды граждан Махали, хай работ. Эта Махаля преобразилась на глазах и стала во всех отношениях благоустроенной. Стали ровными дороги, в дома пришла питьевая вода, природный газ, обновлены электрические сети, построены современные социальные объекты. Мы очень благодарны за это нашему президенту, который так сильно заботится о благополучии народа. Покрыли гравием и три километра дороги в селении Втехор. Построили дорогу для 15 домохозяйств в селении Хумработ. Решили вопрос, связанный с обеспечением живительной влагой при усадебных земель жителей селения Зафаробот. А в селе Хайработ продолжается работа по приведению в порядок внутренних дорог, замене устаревших опор на новые железобетонные, протягиванию электрических линий. Возвели новое здание семейного врачебного пункта Янги-Кент, где созданы все необходимые условия для предоставления квалифицированных медицинских услуг более чем 4,5 тысячному населению. А в Махале-Лативсо-Бунгар капитально отремонтировали 16-ю общеобразовательную школу, которая приняла современный вид. Здесь также построили дополнительное учебное здание на 180 ученических мест. В Махале-Ку-Кэн, которая объединяет собой три села, обеспечена занятость 65 ранее безработных граждан. Почти половина семей владеет пчелиными ульями. На основе обращения ремонтируют внутренние дороги, 90% которых уже полностью асфальтированы. Все домохозяйства обеспечены питьевой водой. Созидательная работа продолжается, создавая достойные условия жизни на местах.